Знаете ли вы, что первые велотренажеры появились аж в середине 19 века? Доподлинно неизвестно имя изобретателя, потому что несколько прототипов были изобретены параллельно друг к другу. Уже во время Первой мировой войны их активно использовали США и Великобритания для подготовки своих солдат к боевым действиям. Позже они стали использоваться для спортивной реабилитации, то бишь спортивной медицины. А сегодня это неотъемлемая часть фитнес-индустрии. Ну вот зачем мне эти ваши сайкл-тренировки, когда у меня дома есть велосипед? У меня, между прочим, и так этих велопрогулок полно. В сравнении с велопрогулкой сайкл выигрывает, во-первых, из-за заданного темпа в группе. Все равно мы, когда скрутим в группе, мы немного соревнуемся между друг другом. И из-за постоянного надзора тренера. Во-вторых, комфортные условия, прохладно в студии, полотенце рядом, водичка. За урок мы можем проехать 20-30 километров, несмотря на погодные условия. В-третьих, позитивное настроение и много сожженных калорий. Я слышала, что у тренировок по сайклу очень много противопоказаний. Я никогда не пойду туда. Ко мне приходит много людей с разными проблемами. Тренировки по сайклу развивают сердечно-сосудистую систему, укрепляют наши мышцы ног и суставы. Самое главное – настроить правильно тренажер, подобрать правильное сопротивление. И тренировкам по сайклу допускаются даже дети. Что касается тренировок сайкл, то действительно они очень популярны. Это интенсивные тренировки, которые развивают выносливость, помогают снизить вес, корректировать фигуру. При этом мы говорим, что есть несколько ситуаций или состояний, в которых мы хотели бы сначала получить мнение врача о вас, и потом уже точно порекомендовать эту тренировку. Например, это ситуации с тяжелыми заболеваниями сердца. Например, частые повышения давления, нарушения ритма, перенесенный инфаркт миокарда или стенокардия. Второе – это заболевания, связанные с суставами, голеностопными, коленными, тазобедренными. Тоже лучше узнать мнение врача. И третья ситуация – это проблемы с венами на ногах или выраженные отеки на ногах, которые тоже могут иметь какие-то риски для здоровья, поэтому лучше сначала проконсультироваться с врачом. Мне кажется, что такие велотренажеры созданы только для профессиональных спортсменов или для любителей велоспорта. И это утверждение в корне неверно. Велотренажер отлично подойдет для различных категорий населения, любителей, профессионалов и даже людей старшего возраста. Здесь низкая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, возможность варьировать интенсивность нагрузки и постоянно контролировать пульс. Поэтому, вне зависимости от того, какие цели вы преследуете, это отличный вариант для выполнения вашей тренировки. Ой, вы знаете, я слышала, что велотренажеры не подходят людям с избыточной массой тела. Некоторые так зацеплены на цепках. Велотренажер отлично подойдет пользователю с избыточной массой тела. Здесь будет низкая нагрузка на опорно-двигательный аппарат и возможность выполнять длительную аэробную нагрузку без стрессового воздействия на организм. 45 минут крутить педали, наверное, это очень скучно. Трудно поспорить. Признайте честно, любую тренировку можно назвать скучной. Если тренировка проходит не в одиночестве, а в группе, это априори не может быть скучной. Тренер, в свою очередь, подбадривает, мотивирует интересными комментариями, включает энергичную музыку, разные видеоряды маршрута и, конечно, не даст нам его скучать. Может даже танцевать.